Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня поговорим об очередной неочевидной, шокирующей, провокационной теме, которая представлена в Ветхом Завете. Итак, ее можно сформулировать следующим образом. Почему Бог отец, а не мать? И вот сегодня просуждаем в рамках нашей мини-лекции об этом таком неочевидном, но настоящем важном вопросе. Действительно, почему Бог – это отец, а не мать? А чем лучше отец, чем мать? А что папа лучше, чем мама? А чем они лучше папы, чем мама? И вот если вот так вот задуматься, а на самом деле это есть вопросы, которые не греховные, не постыдные. Это правомирные вопросы, показывающие то, что мы действительно серьезно относимся к Библии и желаем разобраться. Хороший вопрос вызывает у Бога желание дать хороший нам ответ. Нужно подсунуть нам нужную книжку, главу из Библии, проповедь в храме или запись в интернете. Короче, будем не стесняться задавать Богу серьезные глубокие вопросы. И вот сейчас мы спрашиваем Бога, Боже, ну почему ты называешься отец, а не мать? Итак, идея того, что Бог – это наш отец, это идея, которая лежит в сердцевидении, в основании христианства. Это одна из самых базовых идей христианской веры, христианского учения. И долгое время, столетиями было очень удобно веровать в то, что Бог – наш отец, потому что окружали человека отцы. Отец был дома, отец отца тоже, как правило, жил дома, это дедушка, отец семейства, патриарх семейный. Окружающие знатные люди, богатые люди, владыки, руководители – это все были тоже отцами и часто называли этих людей отцы, отцы нации, царь-батюшка и прочие. И учитель мог считаться, называться отцом. И поэтому вот эта идея, то, что Бог – отец, не вызывала никаких вопросов. Лишь в двадцатом веке, когда какие-то изменения накопились в обществе и какой-то опыт исторический пережили народы христианские, народы европейские, вот тогда эта идея, она, идея того, что Бог – отец, стала восприниматься как идея проблематичная, которую нужно объяснить, а потом уже принять и в нее веровать, ее исповедовать. Какие же изменения, друзья, совершились с нашим обществом в двадцатом или двадцать первом веках? Ну вот, например, конечно же, общество стало гораздо менее патриархальным. В настоящее время мужчина или отец не является другим обозначением кого-то активного, успешного, состоявшегося, потому что куча женщин, куча бабушек, куча девушек являются теми, кого мы сейчас описали, состоявшимися, взрослыми, уважаемыми людьми, специалистами, профессионалами и так далее. Изменения в семейной жизни. И сейчас, конечно же, это все мы очень хорошо знаем. Огромное количество семей, огромное количество детей живут в семьях, в которых нет опыта сыновства у какого-то отца. Нет отца. Папа отсутствует. Либо отсутствуют физические, одинокие, неполноценные семьи, такая безотцовщина, либо отсутствует в каком-то моральном плане, эмоциональном плане. Отец не очень не занимает активную роль. Отец какой-то терпит свое локальное семейное фиаско, не выступая в роли ни морального авторитета, ни какого-то руководителя, ни учителя в контексте взаимоотношений его и его сына, его дочери, его детей. Дальше больше, дорогие братья и сестры, мы знаем из уроков истории, как много натворили бед в истории двадцатого века те, кого наименовали отцами нации. Отцы наций залили свои народы морем крови, кровь по колено. Концлагеря, гулаги, мировые войны, какие-то огромные непомерные амбиции. И итогом всего этого были огромные бедствия, которые понесли их дети, их сыновья, которые составляли собой народ, семью этого руководителя, руководителя этого владыки. В наше время мы, конечно же, не хотим, чтобы нами правил какой-то очередной отец нации, потому что отцы нации себя основательно скомпрометировали. Отец наций способен к ужасным действиям, ошибочным, кровопролитным, кровожадным, неблагочестивым, богопротивным действиям. И, конечно же, в этом отношении наши руководители уже не являются для нас такими отцами, в смысле авторитет, руководитель, учитель и так далее. Дальше, конечно же, вернемся к теме семейной. И вот очень важный вопрос. Вот такая ситуация. Есть семья, там нет папы. Ну, по-всякому нет. Либо физически, либо как-то вот нет его эмоционально, в моральном отношении. И все тянет на себе вот женщина. И действительно таких женщин очень много. Это настоящие праведницы, герои, которые поднимают семьи, воспитывают и сына, и дочь, дают им образование, дают им какие-то базовые моральные принципы. И вот эта вот женщина может однажды вот так вот задуматься. Ну, Господи, в конце концов, ну, почему ты-то отец? А где вот наш отец? Ну, вот почему вот я мать, мать состоявшаяся, успешная, проявившая и волю, и принципиальность, и какие-то моральные принципы, исповедующие и по ним живущие, почему ты не можешь, ты не являешься богом-матерью? Я неплохая мать, я вытягиваю, вот я вытаскиваю, спасаю мое локальное семейство. Ну, и еще вот, чтобы убедить аудиторию, тоже пример очередной дам, значит, общество изменилось. Если, допустим, в веке 19-м, знаком твоей зрелости, какой-то праведности на самом деле, было то, что ты являешься около своих родителей, да, ты живешь рядом с ними, ты почитаешь отца и мать, и это почитание выражается экономически, ты часть одного с ними экономического какого-то, вот, не знаю, единицы, класса, вот у вас одно хозяйство, вот вы вместе возделываете поля, у вас друг друга поддерживаются экономически, и вот ты являешься подчиненным, зависимым от своего отца, и поэтому ты хороший человек. Так рассуждали в прежние патриархальные времена. Сейчас, признаемся, все изменилось, все поменялось, не будем эти перемены как-то поспешно оценивать, но в настоящее время молодой человек, которому 35-30-40 лет, живущий с папой и с мамой, понимается уже каким-то обратным образом. Это человек, в котором не могла, который пока что еще не развил себя как личность, не мог состояться, он действительно является скорее неуспешным человеком в категориях, с точки зрения системы ценностей современного мира. Ему нужно эмантипироваться, ему нужно завести свою семью, жить независимой экономической жизнью, не быть нахлебником у своих родителей, и тогда в этом проявляется его зрелость, состоятельность, его успешность. И вот раз все эти вещи, они произошли, изменив социальной, экономической, политической, какой-то общей мировоззренческой матрице, все это свершилось в обществе, вот тогда, как мы можем называть Бога отцом? Почему он Бог-отец, а не мать, если еще Фрейд сказал, что мы живем в обществе, где отцов не осталось? И многие знают, просвещенные, такие компетентные христиане, интересующиеся разными вопросами, задающие Богу серьезные вопросы, но такие течения есть в христианской мысли, которые предпочитают называть Бога не Бог-отец, а Бог-мать, или вот Бог, который является одновременно и матерью, и отцом, вот так вот, избегают такой гендерно-однозначной идентификации Бога как мужчины, отца и так далее. Вот такие течения есть, это такой феминизм, феминизм есть и в богословии, и в разных церковных конфессиях, протестантских, конечно же, в основном он очень активно представлен. Давайте не будем поспешно клеймить эти течения, как какие-то мирские, богопротивные, небиблейские, нетрадиционные, попытаемся по-честному разобраться, а что в Ветхом Завете? А что там? А там какие основания есть для того, чтобы называть Бога Богом-матерью, или считать, что какое-то материнство свойственно Божьему естеству, Божьему отношению к нам? Вот давайте всерьез, неторопливо эти какие-то примеры разберем. Ну вот, на удивление, дорогие друзья, этих примеров в Ветхом Завете хватает. Много где в Ветхом Завете показывается материнское отношение Бога к своему народу, к человеку. Ну, сразу делаю маленькую оговорку, конечно же, когда мы рассуждаем, Бог это отец, либо это Бог-мать, мы никакого не имеем конкретного биологического, не знаю, проявления всего этого. Но, конечно же, Бог не является по-настоящему ни Богом-отцом, ни Богом-матерью в нашем понимании, потому что у Бога нет, ну, бороды, не знаю, у Бога нет каких-то функций деторождения, вот этого Бога нет, поэтому мы называем Бога лишь метафорически, да, мы как будто бы говорим, вот есть какой-то опыт в моей жизни, опыт отцовства, материнства, я как будто прилагаю этот опыт, эту картинку, эту какую-то модель к Богу, и при приложении этой картинки, этой модели, этой метафоры к Богу, действительно мы находим какое-то совпадение, да, и Бог оказывается в этом отношении Богом-отцом, да, или Богом, в котором есть материнство, да, вот эта важная оговорка. Так вот, в Ветхом Завете много стихов, в которых представлено очень неплохо материнство нашего Бога, Бога Библии, Бога Израилева. Давайте эти примеры озвучим и немножко прокомментируем. Итак, пророк Исаия, голова 66, стих 13. Бог здесь обещает свой народ утешить, как утешает мать своего сына. Бог обещает по-матерински, по-матерински утешить свой народ. Итак, читаем. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. В этом стихе пророк Исаия, или сам Бог, сам Бог святой, посчитал нужным сравнить отношение Бога к человеку именно с чертой, свойственной в большей степени матери. Вот как мать утешает, так отец, увы, не может утешить. Бог может, отец может поддержать, может быть, помочь, может быть, а мать помочь не может. Но вот утешить – это материнское, и считается совершенно уместным и правомерным. Вот на основании этого качества умение утешить считается уместным сравнить Бога именно с матерью, с женщиной. Дальше. Дальше вообще очень необычный образ. Мы такого не ожидаем от нашего Бога, Бога мужчины, Бога Отца. И так Бог сравнивает себя с рожающей женщиной. «Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все». Значит, это опять же пророк Исаия, глава 42, стих 14. Видите, Бог может рожать, и умение Бога рожать, творить сравнивается с тем, что свойственно опять же женщине, матерь, а не мужчине. Женщина рожает ребенка, мужчина к этому не способен. В салмах тоже развивается эта мысль умение Бога утешить свой народ. И опять же функция утешения – это то, что представлено сильнее в образе матери женщины. И поэтому Бог в этом отношении похож на маму, похож на женщину. Итак, Псалом 130, стих 2. «Я утешал, успокаивал душу мою, словно ребенка, отнятого от груди материнской». Душа моя, словно ребенок, отнятый от груди материнской. Мы знаем, что у Бога есть, получается, умение рождать народ, рождать человека. Тут еще больше у Бога есть груди, которых мы лишенные люди, наши души. Испытываем знакомые каждому младенцу чувство голода, одиночества, беспомощности, брошенности в мироздание. И мы вот такие вот мучающиеся, странствующие, одинокие, беспомощные, пока мы находимся далеко от Бога. Видите, мы как дети, лишенные груди материнской. Вот этим образом описывается положение Бога, человека, лишенного общения с Богом, близостью Бога. Дорогие друзья, дальше еще более скандальный образ, который даже мне комментировать неловко. Я даже не буду эту мысль особенно развивать. Но каждому из вас знакомо слово благоутробие. Да, благоутробие. Бог благоутробен. У Бога благая утроба. Так вот, дорогие друзья, если будут рассуждать над этим словом, встречающимся и в Писании, и в предании церкви, утроба это есть то вместилище, в котором женщина вынашивает своего сына, свою дочь. Это есть матка. И вот этот образ, это местонахождение ребенка в очреве матери, когда ему и безопасно, и уютно, и тепло, и спокойно, и мирно. Это все вот этим всем образом очень хорошо описывается то, как Бог окружает человека своей заботой, своей какой-то защитой, своей опекой, своей любовью, своим утешением. И вот все это состояние человека, находящегося около Бога, рядом с ним, описывается таким словом. Бог благоутробен. У него благая утроба. Но, делай маленький вывод, утроба есть не у мужчин, утроба есть у женщины. И в этом отношении точно Бог сравнивается с женщиной, да, с матерью. Вот это вот материнство Божье, оно выражается словом благоутробие. Многие знают, кто не знает, тем сообщаю, что слово «дух» по-еврейски «руах» – это слово женского рода. Поэтому, когда мы читаем «дух носился над землей» или «дух пришел к пророку», «дух сошел на пророка», то логичнее было бы перевести так «дух Божий пришел к пророку», «дух Божий сошел на пророка», «дух Божий носился над землей». Вот такая вот женская материнская сторона в Боге, отношение к мирозданию, я думаю, что очень хорошо представлено в этом женском роде еврейского слова «руах» – «дух». В наше время, да, в церковном нашем существовании мы тоже же нуждаемся в том, чтобы понимать Бога как еще отчасти и мать. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог к нам этой стороной относился. Мы устали от справедливости, мы устали от наказания, нам не очень приятно постоянно знать о том, что есть заповеди, есть опасность их нарушить, есть опасность быть наказанным. И мы нуждаемся вот в этом материнском, да, со стороны Бога. И вот не зная всех этих вещей, вещей мной вышеозвученных, вещей, касающихся того, что Бог – это имама тоже, вот люди находят какие-то компенсирующие их формы в благочестии и в вероучении, в теории и практике христианской жизни. Ну, возникает и активно распространяется культ Богородицы, Богородицы Божьей Матери, это та, которая находится около Бога, рядом с Богом, которая носила в себе Бога в своем чреве, которая является благоутробной, и ее утроба – это был тот храм, в котором находился 9 месяцев воденец Иисус, да, вот она-то, и целиком выражает эту мысль, мысль о том, что божество – это еще и мать, да, и там есть для нас приятные, утешающие, врачующие материнские стороны в нашем Боге. Ну, и это очень прекрасное учение, и очень большая ценность традиционного христианства в том, что есть там учение о том, что есть Богородица, Богоматери, и совершенно уместно и правильно посвящать ей храмы, писать иконы, почитать ее в своей жизни, молиться ей, о чем-то просить, но все-таки будем еще помнить о том, что вот Бог – это тоже тот, в котором есть материнское по отношению к его народу и каждому человеку в отдельности. Ну, у философов тоже есть свои какие-то попытки найти женское, женственное в божестве. Вот, допустим, учение русских философов Булгакова, Флоренского о том, что есть божественная София, вот это тоже учение, в котором представлено это желание найти, обрести женское, материнское в Боге. Но тут самое место поставить стоп, да, нажать кнопку стоп в нашем рассуждении о том, что Бог – это Бог-мать. Все-таки признаемся, это факт, который мы находим, изучая все примеры, где есть материнское в Боге, в Ветхом Завете, все-таки нет ни одного места, нет нигде, нигде нет такого выражения, словосочетания о том, что Бог – это мать. Вот этого учения нет. И тогда мы должны все-таки сказать себе, что Бог – это наш отец. Но понимаем мы таким образом, что в этом Боге-отце есть еще и материнское, есть и женское – Бог-отец. Ну, это есть очень много где в Библии, Ветхого Нового Завета, но нет нигде, что Бог – это мать. И вот в этом отношении это тоже какое-то есть важное указание, напоминание нам, сообщенное нам Божьим Словом в Библии, Ветхого Нового Завета. Ведь как это было бы логично и свойственно, учитывая понтон окружающих народов – египтян, жителей Месопотамии, Хнана – вести учение о том, что Бог – это богиня. Ведь куча была богиней. Ведь были Ашеры, Астарты, Исиды, прочие божества. Это была мысль распространенная. Все знали, что есть на небесах женщины, матери – дающие благородие, дающие детей, женщинам. Вот это была мысль распространенная. Все так народы считали, веровали и это исповедовали. Но при всем при этом в Библии, Ветхого Завета этого учения нет. Как будто бы какой-то барьер, какой-то шлагбаум был на этом пути, по которому можно было бы усвоить это учение, что Бог – это бог-мать. Нет, Бог – это не бог-мать. И этого учения нет в Ветхом Завете. Бог – это бог-отец. Ну-ка, тогда как мы возвращаемся к нашему вопросу, к нашей проблеме. Ну, а вот раз есть женственное, раз есть материнское, раз есть кризис отцовства в нашем мире, то как нам исповедовать учение о Боге Отце в нашей конкретной жизни? Вот тут, как кажется, мне есть очень хороший ответ – ответ из Нового Завета, ответ из опыта Иисуса Христа. Христос учит нас тому, что не просто Бог – это Бог-отец, в котором умение учить, наказывать, карать, проучать – это все, конечно же, присутствует. Но учение Христа более точное. Он учит нас относиться к Богу как Абба, Ава, Папа. Так вот, если Бог – это Бог Папа, Отче наш, лишенный каких-то карательных функций, более милующий, чем наказывающий, более благоутробный, чем дающий законы, более прощающий, примиряющий, чем ведущий нас в атаку для завоевания каких-то земель. Раз Бог – это Папа, то в этом образе Папы, в этом метафоре, который мы относим к Богу, как раз очень хорошо представлены и какие-то отцовские, и материнские качества, которые мы испытываем в своей жизни. Этот опыт есть у нас в нашей жизни. И в этом отношении феминистки неправы, и нам уже не нужно выбирать, Бог – это отец или Бог – это мать, Бог – это мужчина или Бог – это женщина, потому что Бог – это не мужчина и не женщина в нашем понимании. И Бог – это не отец и не мать в биологическом понимании. Бог – это тот в любви, которого по отношению к каждому из нас представлены очень сильно и отцовские, и материнские стороны. Дорогие братья и сестры, тема очень сложная, очень болезненная, очень неоднозначная. Я постарался вам ее раскрыть максимально корректно, аккуратно, но при всем при этом и точно. Нашим помощником в этом разговоре был портал exegi.ru. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok